Рожкова. Спасибо. Спасибо большое. Осужденные на Валтайской колонии просто мамы. Открывают конверты, письма от детей, с которыми они в силу обстоятельств разлучены. Попала я. Ну, наверное, деньги люблю. Поэтому и попала. Торговала я наркотиками. Ну, это будет последний мой срок. Первый и последний, так скажем. Четыре года Елена участвует в проекте «Рождественская елка», когда осужденные за счет благотворителей отправляют детям письма и подарки. Сегодня Елена получила ответ от дочери. Моей дочке уже 12 лет. И вот я получаю четвертую открытку, можно сказать. И каждый год в год я вижу ее изменения по возрасту. Ну, как бы очень... Сейчас очень большая выросла. А Евгения долгое время не могла наладить отношения с дочерью. Опекуны были против общения девочки с мамой, осужденной за кражу уже дважды. Но проект начал примерять стороны. Благодаря нашим волонтерам, нашим, рождественской елке, которые соединяют сердца, да, они дают, ну, как бы от нас, да, дарят детям, чтобы они не забывали про нас, что мы их любим. Может быть, как ты ее называете? Настена-сластена. Очень любит животных. Это, в принципе, все в маму. Сколько мне видите уже? Не вижу уже. Ну, третий год. Социальный проект существует уже 7 лет и помогает осужденным укреплять и в первую очередь восстанавливать потерянные связи с малышами. Кстати, география проекта уже вышла за пределы края. Взяли близлежащие области, то есть это Кемеровская область, Красноярский край. Также взяли те города, в которых у нас есть волонтеры, то есть это Чита, это Омск. В этом году поздравления и теплые слова от своих мам и пап получили сотни детей. Вот только не все ответили письмом на письмо. Не все пока готовы идти на контакт с родителями в колонии. Но первые шаги сделаны. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.